желаю всем всего хорошего добра добрым людям всем добрым злым как минимум покаяться или просто получить свое всем каждому свое каждый кто сел тут будет это пожинать поэтому всем добра такое слово я наверное не буду упоминать в жизни тебе 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 говорит конкретно ты сына в раму а тебе 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 а вы дети дьявола ну вот такая предыстория кто-то уже соблазнился дальше пролетаем а теперь тема тема такая тема немножко духовная по пониманию духовного мира в том и такие еще происходит вокруг кто мы такие что происходит вокруг понимаете я скажу мы как личности сущности и они будут делать имена ну как конкретизировать но сущность человека сущность человека как сотворенного богом вот этого вот этого тела вот этого личности вот это все что мы представляем говорит мы сосуды горшки на упрощенно мы каналы да через которые что-то происходит мы можем наполняться мы можем наполняться этими идеями мыслями можем наполняться настроением мы можем наполняться знанием мы можем наполняться мышущим вот эти вот как сказать фантазии и воображение это мир иллюзий есть такой еще мир иллюзий кстати об этом мало кто говорит это человеческий мир который создает человеческое воображение человека бог там не причастен есть мир иллюзий иллюзии особенно они сотворены ложью потому что они безосновательны просто надутой мыльные пузыри над пустые облака и мир фантазии еще есть такой фантазии это не иллюзии фантазии это просто размышления и представления как бы мечта мечты вот иллюзия мечты разные те умереть мир и человека что люди творят и вот как мы такие вот люди наполненные иллюзиями фантазиями но все на самом деле начинается и слова из откровения что мы получаем даже во сне вот кстати во сне часть сна я вот это хочу рассказать часть нам я там было такое дикое общение туда сейчас ушел хочу сказать тут негативную сторону или позитивную сторону короче стороны как они действуют на твою мою жизнь вообще на вот это весь окружающий мир так вот мы можем принимать весть помнишь послали раньше весь они спасли приносил весь там какой-нибудь еще там же что-то делалось решение такой здесь приходит вести с небес слово посланное богом она творит царство божье и ему противостоит дьявол и слова посылаем и дьяволом и она разрушает пытается утвердить свое дьявольское царство вот посмотри приходит человек с лживыми словами они может быть ложь ложь это намеренная какая-то информация который использует ну чтобы с помощью доверия ввести человека в заблуждение а это просто информация которую человек не будет делать обманывать так вот в этом мире есть слова божьи посылается и есть лживое слово есть а мы каналы через кого это просылается кто-то принимает тут они принимать не не принимает это все мир мир я вам скажу так на пальцах на то чтобы видели смотрите приходит человек он обещает людям как миссия мужчина вот это президент у меня программа я приду порядок на виду т.д. д. 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 люди ему верят он намеренно соврал он этого делать ничего не будет ему надо было просто зайти в доверие смотри как иисус действует он принес он полнота божества телесно сын божий полнота божества телесно пришел на землю и он принес весть это слово которое записано в пророках исполнилось начало служение с того что прочитал прочитал писание там где ду господин на мне ибо он помазал меня и он сказал это ныне исполнилось она уже я это это на мне это я и вот тут же захотели убить тут же захотели убить потому что слова божьи они обличают обличают ложь и и тьма становится такая явная потому что появился свет когда тьма все ходят и вот как-то все привыкли но когда появится свет тьма начинает или противиться как бы или бежит бежит в основном бежит но она такая ищет момента задуть этот свет источник загасить как говорится в этом загасить эту точку убейте таких вот эту точку которые стреляют по нас загасить это и вот это все но смотри мир наполняется словами вот раньше был к вид к вид сначала идет реклама вообще это реклама видели сначала рекламу перед войной украина там бандеровцы там нато т.д. разжигается ненависть разжигается словами ненависть люди упитывают это в себя и потом негодуют и берут в руки оружие идут воевать и них это на полном сознании потому что они напитались ложной ненавистью они идут делать потому что они уже наполнены и уже избыток пошел избыток и не встают полную грудь и идут сознательно делать зло И вот человек будет делать то, чем он наполнен. То, чем ты наполнен. И ты ответственный, скажу, каждый ответственный за то, что ты ешь. Если ты съел какой-то пирожок, красивый с виду, но он испорченный, это входит в тебя. Потом эта испорченность влияет на твой желудок, тебе тошнит плохо, и ты можешь даже умереть. Ты изблюешь пирожок, съешь таблетки, и прочистит тебе желудок через задний проход, через передний, как угодно. Тебя очистят, и тогда ты сможешь от этой дурни, ты выздоровеешь. И так само, если у тебя в голове полно дурни, ложных идей, или есть идеи настоящие, как тот самый пирожок, туда вкладывают умысел, туда вкладывают какую-то ерунду и дают людям. Я опять буду повторяться, потому что это очевидный пример. В группах Игорь Иванов, лжепророк, и есть еще такие люди, которые ведутся, они напитались этим. И это конкретно, ну, это как пример. Для меня он не просто, это я напрасные слова, просто я вижу, что какое-то тлетворное влияние под этим припудренным языком бога. Это просто яркий пример. Канонического сленга. Вот эти бог любит, и пустые пророчества, реально, то, что бог ему не открыл. Он берет слова, знаешь, вот слова готовые, библейская Библия, слова готовые. Ну, как тесто или как, как хлеб. И туда напихивают свой умысел. Сознательно, несознательно. Я знаю, что он сознательно однажды предал себя в чем-то. И он, манипулируя Писанием, вот этим всем-сем, достигает своих целей. Так и дьявол тоже, помните, Иисус, ну, только он так нагло немного, да, там, если ты, там, Сын Божий, там, тра-та-та, там, написано, там, это. Тоже манипулируют люди, манипулируют Писанием. Мне Бог сказал. Вот это тоже явный признак того, что человек в заблуждении. Если Бог сказал, Иисус-то не говорил, мне Бог сказал, там, да. Он говорит, встал, не ходи, все. Хотя он потом говорил, что я слышу, то и говорю, что я вижу, то и творю. Что ему там Бог сказал? Но не говорит, мне Бог сказал. Людям, просто встань и ходи, возьми постель свою. А он не набивает себе лейбу, не набивает себе цену, ты понимаешь? Не манипулирует именем Бога и пророчества. Мне открыл Бог вот это все. Это дешевая манипуляция на лохов. Ребят, дешевая манипуляция на лохов. Извините, но вы лохи. Вы привыкли это слушать, вам это нравится, вы уже таким напитаны. И ты посмотри на свою жизнь. Если у тебя ложь напитана, посмотри на свою жизнь. Оно все равно, вот это слово станет плотью. Оно слово, оно даст плоды. И ты доволен своей жизнью? Так, посмотри. Ты достиг чего-то. А ты посмотри на государство. Там, где политики врут, врут, врут. И не исполняются их обещания. Там река крови льется, льется и льется, не прекращается. Это следствие вранья политиков больших, церковных деятелей. В этих странах кровь льется, льется и не будет прекращаться, пока не заткнутся эти уста лживые. Понимаешь, это духовный мир. Ложь, она тоже имеет свойство воплощаться в смерть. Это будет закончиться смертью. Того, кто принял ложь и того, кто говорит, они все равно умрут. Бог говорит, отвергнувший ложь, говорите истину другую, перестаньте врать. Перестаньте припудривать свою откровенную брехню, фантазии, иллюзии именем Бога или типа откровение получил. Оно не поможет. Вы только усугубите свои проблемы. Реально, усугубите свои проблемы. Да. Поэтому я просто... Вот этот источник заражен. Знаешь, как-то не пейте с этого источника. Ну, типа Игорь Иванов, есть еще сейчас многие приходят. Есть откровенное болото, там, пригласят, там, типа, змей, там, Еву поимел. Еще какие-то... Ну, это откровенное дерьмо, которое откровенно плавает сверху. И люди что-то уже где-то упитали. Они им внутри... Для них это уже нормально. Но последствия плохие будут. Реально. Реально. Оно же не то, что... Ничего не будет. Будет. Ничего не будет. Такое не бывает. Все. Есть. Все. Что-то человек сеет, он ждет. Ты вложил в себя внутрь какой-то колбасу. Она частично выйдет дерьмом. Частично упитается в кровь. Даст тебе силы. Частично отложится у тебя в мышечных тканях где-нибудь, там, в жировых складках. Она отложится. И так само и ложь. Ты можешь пропустить через себя. Зачем пропускать через себя? Есть такие штуки, которые не справляются. Наши вот эти органы. Они не справляются. Поэтому оно прошло. Ну, ты избивала бы так раз. Ну, отвергла, да? Вот. Желудок отвергает. Бля-а-а! И ты рыгаешь, и голова не понимает. Вроде вкусно было. Что такое? А желудок отвергает. Вот я такой, бывает, что я поднимаю типиш. Матом ругаюсь. Потому что какое-то дерьмо мне пихает. Я смотрю, это какой-то лжец питает в тело. Даже духовное тело в церкви. Вообще дерьмо. И меня вызывает рвотный рефлекс. А люди говорят, а веди себя прилично. А веди... Так жрите это сами. А потом будете уже рыгать по-другому. Потом будете просить, ой, я плохо себя чувствую. Ой, молитесь за меня. Мне кажется, так... Ну, так... Последствую. Зачем за тебя молиться? Перестань жрать дерьмо. На этом крест поставь. Вот это вот крест. Вот этот источник. Не пей из колюжи козленочкам. Там вроде вода. Не пей из колюжи, с этой лужи. Не пей из этого... Из этого... Отстойника. Там вроде она блестит. На вид вроде вода. Но там полно дерьма. Пей из хорошего источника. Пей из этого... Из нормального. Проверенного. Да. Без таких примесей. Вот это разлил по площадям. И люди потом слизывают языком. Да, ты можешь нормальную воду разлить по площадям. Смешать его с дерьмом. Которое смешалось. Ты взял это слово Божье. Смешал с дерьмом. Дал людям. Они отравились. Умерли. Поэтому берегите свое здоровье. Не переливайтесь. Не сообщайтесь теми, кто... Ты почувствовал тебя обмануть. У нас есть чуйка. Тебя дурят. А Олеся, она не сильно грубая. Она профессиональная. Они красиво врут. Как говорится, перебулся. Знаешь? Когда он был откровен. Уже все поняли. Потом приходит время. Человек перебулся. Прибарахлился. Отточил свой язык. Подумал. И уже по-другому. С большим... Профессионализмом врет. Ну, ничего не поменялось. Просто изощренная ложь тебе приведет изощренные болезни в тело. Как минимум. Болезни в тело, расстройство в психике и раннюю смерть. Вот такая вот сегодняшняя утрешняя моя проповедь. Ставьте эти птички, лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. Приглашайте меня в свои эфиры церковные собрания. Мы пообщаемся. Как-то, если захотите. Но скажу вам одну такую вещь, что ничего так просто не проходит. Слова. Бог словом сотворил мир. Словом истины. А слово знания может... Ну, слово знания тебя может умудрить. А лживое слово тебя может уничтожить. Отвергай ложь. Включай свои чувствования. Как бы оно из внешней не выглядело. Как бы это внешне не было красиво. Как бы это людьми не принималось и не одобрялось. Нас богато, нас не подолаты. Нас больше. Мы выбрали себе этого профессионального лжеца. Артиста. Посмотри. Зеленский конкретно. Откровенный предатель. Он откровенный предатель Украины. Он ненавидит людей. У него полность тщеславия. Гордость и зависть. Он все себе тянет. Про него нельзя ничего плохо говорить. Вот ярко выраженный. Ну, можно сказать, лицедей или как бы дьявол. Ну, воплощенный. Смотрите, как он поступает. У него гонор. У него это. У него то. Но на делах он ничего из того, что он обещал, ничего не выполнил. Он делает какие-то ходы похожести. Он делает какие-то манипуляции. Типа аресты. Типа кого-то задержали. Но никто из его приближенных, никто из этих лжецов не наказан. Никто не сидит. Сам Резников. Уже все очевидные. Яйца по 17, яблоки по 50. И вся хигня. Он вместо того, чтобы сидеть на нарах и его просто все от него отобрать и отдать людям. Ему на повышение посол. Посол. Это, знаешь, ты послаешь посла. Это своего представителя. Вот этот лжец, вот этот вор-ворюга. Конченый пидор. Гондон. Конченый просто очевидный для всех. Он представитель Украины в Великобритании. Ты понимаешь, что это значит? Это лицо. Лицо. И кто его послал? Лицо того, кто его послал и назначил. Это есть, это сущность Зеленского. Вот такие предатели, хапуги, воры. И сколько бы он ни говорил патриотических еще каких-то слов, только лжецы ему верят. Извините, пожалуйста, вы лжецы все, кто это поддерживаете и участвуете, и одобряете. Вы просто такие же, как и он, только меньшего размера. Судьба ваша такая же, презренная в вечности. Поэтому отбирайте ложь, перестаньте жрать дерьмо. Берите жизнь в свои руки и отвечайте за нее. Потому что участь такая же будет, реально, такая же. Вечный ад, тьма внешняя, нишо нечистое, преданной лжи, мерзости. Царство Божие не войдет. Как бы ты красиво не исповедовал, не повторял. Это, говорит, ты врешь. Когда пришли фарисеи к Иоанну Крестителю, креститься, он сказал, что вы хотите? Что вы бежите от Днева Божьего? Что вы себе думаете? Вот это сейчас вы умочите, пумбуль, типа креститесь, и вам все с рук сойдет? Да вы исполнены всякого зла. А вы, рыбы, конечно, исполнены мерзости внутри. Вы просто вид хотите сделать. Вы хотите Бога обмануть? То же самое, ребята, так не получится, так не пройдет. Все, пишите комментарии. Жаль, что нету диалога никакого. Но я думаю, хватит. Все, хорошего дня, суббота сегодня. И каждому есть шанс проявить свою себя, воплотить свои мечты в действии, наполнить мир тем, что у тебя внутри. Человек не может ничего, ничем наполнить, он дает то, что имеет. И как бы он ни старался, для Бога это видно, чем ты наполнен, какой брехней, ложью. Как бы ты ее ни припудривал и ни прикрашивал, внутренность главная, внутренность главная, вот это вот, оно построит твою жизнь. И все. Эти люди такие пишут, рисуют, рисуют волшебные вот эти города, рисуют такое светлое будущее. Ну, получит дерьмо, дырку от бублика, кто верит, ложит сам. Как бы это ни печально. Вы видели этого? Слуга народа и все остальное. Да они название на себя берут. Слуга народа. Есть многие слуги. Мы слуги божьи, мы избранники божьи. Мы такие-такие. Дырка от бублика вы. Реально, даже дырка. Даже не от бублика. Просто дырка. Пока. Дырка. Продолжение следует.